Ну что ж, Ария Рума и маленький любитель покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Сити Скайлайн. Ну и, как я люблю это говорить, за кадром прошло очень много времени, прям максимально много. И за кадром я, в принципе, тут наиграл, и цель моей игры была за кадром, чтобы привести наш город в какую-то экономическую стабильность, и чтобы не так сильно у нас были проблемы. Как минимум, должно было пройти время, чтобы у нас выросли высотки и прочее. Ну и я принял такое очень важное решение, перестроить все-таки эту развязку. Да-да-да-да-да, я снова перестроил этот промышленный район. Сейчас он выглядит примерно вот так вот. Он представляет себя нечто сквозное, и люди, которые хотят поехать сюда в район, они проезжают, а те, которые хотят проехать насквозь, они тоже проезжают, но по подземному маршруту. Метро я также не забыл здесь разместить, и поэтому здесь находится двухуровневый спуск вниз. И пока это выглядит примерно вот так вот, но от прошлой системы я никак не отказался, возможно, здесь я тоже размещу какой-то промышленный район. Можно видеть вот на этом участке дорогу вот такую странную систему. То есть они въезжают сначала на 4, потом 3, 4, 3, 4, 3 и так далее. Это нужно для того, чтобы люди перестраивались постепенно. Если я все же настраиваю с помощью мода, то они начинают очень тупить и неадекватно это делать. И поэтому я просто сделал вот такое вот постепенное перестроение, и теперь шоссе у меня не стоит, оно не останавливается, оно у меня постоянно едет. И это мне очень сильно нравится. Насчет заторов я могу сказать, что их полностью здесь нет. Есть вот такие вот затыки небольшие, но они везде есть. Ну и большой вероятность того, что трафик у нас стоит и остается на 80%, и никуда ниже не удевается или выше, является вот этот вот перекресток. И я думаю, что с ним нужно будет что-то в этой серии делать. И как вы могли заметить, у меня уже 65 тысяч населения. Я не строил новых зон, я просто ждал. И наше население само заселилось в эти места, что есть очень даже замечательно. Я еще забыл такой момент сказать, то что я установил на мод, на то, что электричество может перетаскиваться у нас по дорогам. Мне кажется, это звучит очень реалистично. Как минимум потому, что тут вот фонари, и фонари как минимум проводят электричество. И почему они не могут проводить электричество в наши города, непонятно. И, наверное, последнее изменение, которое я здесь делал, я постарался здесь в пекарню, в которой животные злаковые и муку переработают все в выпечку. И также я нашел тут вот такую вот небольшую вещь, то что это все можно более четко настраивать, более гладко. Возможно, я где-нибудь, когда-нибудь этим займусь. И я только сейчас узнал, что у нас выпускается злаков 214 тонн, а перерабатывается всего 32 и 65. То есть нужно наращивать переработку этих всех злаков, которые у нас здесь вырабатываются. И тем самым мы сможем увеличить общую прибыль от этого района. Ну а теперь я хотел бы заняться, в принципе, всеми теми районами, которые я никогда не мог заняться. И начну я, пожалуй, с увеличения наших территорий и покупки новых. Поскольку мы сейчас мегалополис, мы можем себе это позволить. И по итогу я купил себе пока что вот такой вот квадратик. Большой вероятности я куплю себе еще вот этот вот ряд. И это очень классно, когда у меня нет вообще здесь никаких ограничений. Мы можем заняться полностью развязками. В принципе, можно вот это вот место попробовать отдать под магазины, которых у нас, к сожалению, пока что нет. Но думаю, это хороший шанс у нас их начать делать. Тем более, что они недалеко находятся от нашей промышленной зоны. И им будет сюда добираться очень даже нормально. И пока я сделал у нас вот такой вот немножечко кривоватенький участок. Но я думаю, это никак негативно не скажется. И теперь я заполняю все это пространство у нас непосредственно нашей коммерцией. И прошло даже достаточное время. И все равно это никто не застраивает. Это выглядит очень странно. Еще один пожар тут. Почему тут пожаров так много? Тут вроде пожарные станции есть. Хорошо, давайте поставим тогда еще сюда вот какую-нибудь... Влечить в одну штучку вышку. И теперь это все пространство вроде как охватывается. Я надеюсь, что проблем теперь не возникнет никаких у нас. Сейчас я пытаюсь летать и искать проблемы с пробками, которые у нас здесь возникают. Или могли возникнуть. Потому что сейчас все более-менее спокойно. И 80% трафика до сих пор держится. И я вот наблюдаю такую картину вот здесь на нашем мосту. То, что большая часть людей переходит по этим перекресткам. Мне кажется, самый лучший вариант будет для них построить банальный какой-нибудь сюда мостик. Вот пешеходная дорога у нас здесь стала. Замечательно. Теперь нужно по-хорошему запретить людям вот здесь вот переходить. И замечательно можно посмотреть то, что большой поток людей пошел сюда. А здесь поток людей в принципе снизился. И это мне нравится. Так, и пожалуй я займусь тем, что буду сейчас выравнивать и заниматься терраформированием. Все равно приходится мне очень сейчас долго ожидать. Ну и по итогу терраформирования у нас получается некая такая вот ситуация. То есть я выравнил здесь вот пласт земли. И вот здесь вот я построил некую такую набережную. С последующим заездом вот сюда. Вот я думаю, вот здесь вот у нас будут располагаться домики с низкой застройкой. Но с высокой стоимостью земли, поскольку они здесь находятся непосредственно рядом с речушкой. Здесь вот я такое большое пространство в принципе освободил для того, чтобы здесь делать что-то наподобие градоосновательного университета. То есть что я планирую здесь сделать? Я сделаю здесь фьест. И по идее развязка у нас стала и основное движение у нас замечательно, она не мешает. Также мне нравится то, что здесь в принципе есть железная дорога. А значит то, что мы можем сейчас построить здесь некое такое предприятие, которое будет у нас загружать и разгружать людей, которые приезжают сюда на железную дорогу. Железная станция у нас здесь стала и железная дорога у нас замечательно даже непрекращающимся образом стала. Так, шоссе я думаю сделать банальным образом. Ну а в конце шоссе, по законам всех жанров, будет стоять у нас большое кольцо. Все, замечательно, кольцо у нас стало и основная часть развязки у нас в принципе готова. А теперь, теперь я хочу именно вот такого типа развязки, то есть вот это вот все-таки я хочу применить. И применить ее здесь, потому что большая часть районов здесь будет все-таки жила и я думаю, что как-то позитивно он с этим образом повлияет. И по итогу у нас получается вот такой вот, думаю, о-образный съезд с этого кольца. И все, и получается вот эта вот дорога будет занимать вот это все пространство. И тадам, у нас получается здесь отдельный район, то есть вот таким вот образом я его пока что закрасил и решил то, что территория кампуса у нас будет выглядеть примерно вот так вот. И находиться она будет пока что вот здесь вот. Здесь вот я сделаю чисто все под коммерцию. Все, теперь замечательно. И я теперь строю непосредственно наши развязки и как это все будет дальше происходить. И замечательно, коммерческие районы я примерно разметил, как будет он происходить. И я думаю, что это очень плодотворно повлияет на все наши процессы. Здесь пока я думаю временным вариантом разместить коммерцию малую и посмотреть в принципе, как это будет у нас происходить, потому что я вообще без понятия. И временным вариантом я разместил здесь вот дорогу вдоль нашего как раз этого перепада, для того, чтобы просто разметить, как примерно это все будет происходить. И примерно вот таким вот кампус я планирую сделать по размерам и по всему. И я так понимаю, у нас теперь есть профучилище, гуманитарное училище и кампус университета. Я вообще не знаю, что это такое. Давайте пока размещать здесь непосредственно и университет. Тем более, что я вообще без понятия, как это происходит. Ну а теперь я строю район, где у нас будут жить непосредственно наши сами жители и процветать. И примерно как-то так вот у нас будет размещена здесь застройка всего остального. Замечательно. Так, у нас есть, так понимаю, общежитие, читальный зал, центр благоустройства и клуб мини-футбола. И все, а нет, не все. И еще есть юридический факультет. Угу. Хорошо, давайте пока построим здесь одну штуку общежития. Бамс. Читальный зал сюда, бам. Центр благоустройства. И думаю, сюда вот построить клуб мини-футбол. Ну пускай будет, почему бы и нет. И все это красивенько я сейчас планирую совместить с маленькими такими дорожечками. Для того, чтобы все это было эргономично, красиво и опупенно. Пока это вот таким вот образом разместилось. Посмотрим. Ага, расходы он нам приносит 1400. Но это достаточно немного. Учитывая то, что обычный университет нам приносит больше расходов. И даже нам пришел... И он даже начал нам приносить доходы. Потому что, я так понял, начали сюда приезжать студенты и учиться. Замечательно. Так, посмотрим. Ага, следующий уровень, текущий уровень. Студенты 115, 500. Привлекательный кампус 150 из 200. То есть, по-хорошему, нам еще нужно поднять привлекательность. Для этого, я так понимаю, нужно строить здания. Потому что они приносят нам привлекательность. Но давайте на всякий случай попробуем здесь построить. Я не знаю. Давайте еще одно общежитие. Потому что общежитие, в любом случае, нам еще одно потребуется. Потому что одного будет явно мало. И привлекательность нам поднялась, интересно? 175 из 200. Да, она поднялась, но очень мало поднялась. И будем изучать, что непосредственно нам нужно. Все, я разобрался, что приносит нам привлекательность. Здание кампуса 175, студенческий спорт. Всего 175. То есть, здание кампуса нам всего приносит 175 нашей привлекательности. Замечательно. Расходы, ну, кстати, расходы снижаются. Я думал, я вообще в минус этим буду уходить. Но ничего страшного. И, я так понимаю, для следующего уровня студенты. Ага. Нам нужно поднять уровень студентов. И все получается. И еще нужны научные труды. А я так понимаю, тут можно еще изменить политики. И изменить научные труды. Дать им, то есть, грант. Для того, чтобы они это все более усердно исследовали. Но, в принципе, вот это приглашенные ученые, правила кампуса, мне очень даже нравится. Вероятность получения научного труда. А, вот это получается. То есть, вот эти вот научные труды, которые нам нужны. Не, 30% меня не устраивает. Давайте дадим им на диссертации. И все, они забыли. Хорошо. О, замечательно. А тут построились наши магазинчики. Магазинчики тут высокой коммерции не строятся. Давайте просто пробуем вот здесь вот одну клеточку построить высокой коммерции. А здесь дальше продолжим все низкой коммерции. И теперь я планирую вот эту вот как минимум часть. Которая внутри этого круга, полукруга. Заполнить все это полностью жилыми зонами. И для того, чтобы здесь организовывался новый город. Кстати, я тут обнаружил только сейчас такую небольшую. И у нас вот этот вот получается район, который раньше производил нефть. Сейчас ее полностью не производят. И поэтому я вынужден отключить все эти станции. А не производит он, потому что по какой-то нелепой причине нефть здесь полностью исчерпалась. Я не знаю, когда это произошло. Когда у меня случайно отключился каким-то образом мод на нефть. И почему это произошло. Но факт остается фактом. Может быть вот этому городу нужна большая промышленность. И из-за этого здесь ничего не развивается. И вот здесь вот ничего не развивается. Ну, в таком случае я могу предположить то, что я могу сделать вот таким вот образом. Как минимум, вот такой вот один бац. И вот такой вот бац. Ну, я думаю, что по такому они разъедут. И здесь вот я займусь все промышленностью. То есть это не по концепции города, но все же. Если здесь они начнут застраивать дома, то для меня это будет большим шоком. Мне сейчас очень резко даже интересно стало, приносит ли нам наше метро деньги. И здесь у нас по линии метро ездят стабильно. Причем 600 человек на каждой линии. То есть 1200 человек. И по финансам давайте посмотрим, все-таки приносят нам расходы. Да, замечательно. Это очень классно. Они приносят нам доходы. Небольшие, периодически не приносят. Но доходы, я видел то, что там были доходы. Я думаю здесь, знаете, что сделать? Сделать какое-нибудь место для туризма. То есть какое-нибудь место, где будут собираться большое количество туристов. И для того, чтобы поднять привлекательную ценность нашего города. У нас есть вот такая вот здесь замечательная статуя. Статуя колосса. Она, правда, очень много шумит. Я так понял, пешеходной дороги сюда недостаточно. И придется сюда машинную дорогу проводить. Давайте сделаем вот таким вот образом. Я надеюсь, что сильно эта дорога нагружена все равно не будет у нас никогда. И поэтому я могу так сделать. Я сейчас увидел то, что мы как-то резко по финансам начали приседать. И пойду я заниматься, пожалуй, вот этой вот промышленностью. Для того, чтобы у нас все это было более грамотно и более оптимально. Немножко переорганизовала я здесь. Я увеличил количество мельниц и пастбищ. И если это не поможет, то я, в принципе, и могу еще увеличить. Потому что здесь вот есть небольшое поле, где я могу это сделать. О! Аллилуйя! Они здесь заполнили, посмотрите. Они заполнили здесь полностью этот район. Теперь у меня есть большое желание посмотреть. То, что сюда едет. Туда, сюда едет по большей части либо автолюбители, либо грузовики. Но есть еще одна у меня идейка. Я серьезно порой не понимаю, почему у меня тут люди просто так переходят дорогу. Вот здесь вот на автомагистрали. Хотя у них даже... У них есть функции переходить автомагистраль. Что? Ладно, допустим. Допустим, я этого, ребят, не видел. И вы здесь не переходили. И все нормально. Сейчас должны поехать машины. И все сейчас должно нормально получиться. Оказывается, просто вот этому району нужны были еще магазины. И из-за этого были такие большие проблемы. Вот, кстати, посмотрите, о чем я и говорил. У них случается здесь периодически какой-то затык. И это можно легко, на самом деле, исправить. Банально, очень. Оп. Оп. Все, по идее, у них сейчас затык должен исправиться. То есть я через одну поставил 4 полоски. Как это очень странно звучало. И у них затык буквально за пару секунд исправляет. Сейчас они проедут. Все, они проехали. И буквально затор у нас исчез. Бля, как-то что-то резко у нас смертность кракнула. А почему? Ритуальных услуг у нас в достатке. А пробки, может быть? Из-за этого района пробки появились? Не без сути, но я все это сношу нахрен тогда. Если нахрен мне такой район, из-за которого у нас вся экономика рушится. Без проблем. Давайте я построю здесь малую плотность коммерции. И если так ничего рушится не будет, то я только за. А этот район постепенно у нас начинает заполняться. И разрастаться. Это очень мне нравится. Кстати, в нашем клубе мини-футбола появилось теперь 9 учащихся. Это не может меня не радовать. А в нашем читальном зале уже 63 участника. А в принципе, сколько, допустим, в общежитии 40 всего один человек живет. А в этом 39. Давайте я попробую сейчас разместить здесь, в принципе, линию метро. Линию метро я разместил. Теперь как-то эту линию метро нужно присобачить к основным веткам. Получилась у меня вот такая вот линия метро. Отчет из обучения. Замечательно. У нас получился научный труд 1. И студентов 180 у нас появилось. Замечательно. Это очень меня радует. То есть, я как понимаю, 30% шанс у нас сработал. Замечательно. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас вообще по сведениям этого кампуса. Научные труды. Опа. Основа гидрогазодинамики. Допустим. Хорошо. Давайте тогда на исследование дадим им грант в 50 тысяч. Я от этого не обеднею. Я хочу, допустим, здесь поставить еще вот то, что здесь у нас есть. Что это такое? Юридический факультет. Ну, почему бы и нет. Юрфак, он не всегда нужен. Тем более, что уже 7 учащихся здесь есть. Привлекательные цены, зато у нас выросло до неместных. И получается, нам теперь остается ждать следующего учебного года, когда нам доступен будет новый грант. И, возможно, до следующего уровня у нас получится апнуть этот наш кампус. Ага. Посмотрим. Все. У нас замечательно. Пробки все исчезли. И вот этот вот рынок, вот этот наш райончик, пользуется достаточно большим спросом. На самом деле, я снес здесь вот одну часть и построил здесь высокую плотность коммерции. Посмотрим, на самом деле, как это повлияет. Потому что вот эту часть они упорно не хотят застраивать. Я не знаю почему. Так, и хотел бы я построить вот здесь вот тоже высокую плотность коммерции. Может быть, вот здесь вот они будут ее заполнять. Потому что все-таки здесь есть большой жилой район, который никак у нас нигде не используется. Опа. А у нас появилась неострая нехватка образованных работников. Что? К сожалению, я в этом районе забыл разместить начальные высшие школы. И теперь, надеюсь, люди более охотно будут хотеть идти непосредственно в наш университет. Тем более, что есть тут такая замечательная линия метро. А теперь мне стало интересно. Во-первых, приносит ли нам расходы? Охереть! Нам метро приносит прибыль. Причем большую. Это класс. Это очень класс. То есть, значит, я все сделал правильно. В принципе, у нас есть возможность и деньги, и средства. И мы можем построить здесь вот такой вот гигантский сдеон. Я думаю, что это будет приносить нам небольшую прибыль. И самое главное, что нам будет это все приносить развлекательную ценность. Я тут сижу где-то минут уже 20, наверное. И все, думаю над этой развязкой. И чем больше я думаю, тем больше понимаю, насколько сильно я накосячил все-таки с этой развязкой. Потому что люди, которые хотят проехать по этой шоссе, а как можем видеть, то что очень много людей хотят поехать по этой шоссе именно вот таким вот образом. И именно попасть в этот район. Я хоть и бей не понимаю, почему они не хотят упорно застраивать вот этот вот район. И почему здесь не хотят обустраиваться эти застройки. Хорошо, давайте я поставлю здесь малую коммерцию. Может быть, хотя бы малые коммерции здесь будут застраиваться. И вот как-то это может быть повлиять. Подземный ход, по идее, я запустил. И тадам, какая-то часть, или скорее большая часть людей предпочтут вот этот вот ход к тому. Замечательно, значит я могу дальше здесь застраивать, по идее, коммерцию. И по-хорошему нужно будет отсюда отвод грузовиков сразу отводить, допустим, если я сделаю вот таким вот образом. То есть грузовики при желании и при большом смогут в экстренном порядке покинуть этот район. А как поживает этот наш стадион? Замечательно, 20 тысяч, первый раунд и победа. Это класс. То есть у нас уже прошел раунд, и нам принесло это 20 тысяч. Это охереть как класс. Напомните, а почему я не раньше не построил это? Одно победу, ноль поражений, всего 220 тысяч. Ой, какой тут большой поток машин, охереть. То есть вот этот стадион вообще должен располагаться непосредственно в близости к нашему шоссе. А не так, как он у нас сейчас находится. То есть я его вообще должен перенести в другое место. Давайте как временный вариант я перенесу его сюда. Замечательно. И это кольцо у нас очень грамотно разгрузилось. За исключением вот этих вот машин, которые берутся у нас откуда? Ага, это все с автовокзала. У меня есть очень классная идея. Пока мне этого хватит. Я хотел купить вот этот вот полуостров и кое-что здесь организовать. И получается у нас вот такая вот ситуация. Да, мне пришлось немножечко тут повозиться, немножечко тут похищаться. Но по итогу получается вот такая вот ситуация. То есть я купил еще тут две клеточки. И в итоге решил сделать вот здесь вот остров. Для начала я сношу... Опа. Тут застроилось все. Но пока погоди. Не торопись. Сейчас мы все это решим. Теперь я хочу все вот это вот пространство перенести и попробовать вот сюда. Если здесь места не хватит, хотя такое в принципе возможно, то придется наверное все оставить там. Да, давать целый остров под коммерцию, конечно, не целесообразно. Но в нашей ситуации, я думаю, избавиться от этого, кроме как вот таким вот изощренным способом, нету вообще никакой возможности. То есть пока я сделаю именно вот таким вот образом. Теперь я начинаю вот этот все заполнять нашей зоной коммерции. И посмотрим, как все это повлияет. У меня аж даже начинает на самом деле подлагивать из-за того, что наверное процессор не успевает все это обрабатывать. Пускай люди пока перестраиваются, пускай об этом думают. У нас потребность появилась в жилых зонах. Это наверное с увеличением коммерции. Если же вот эта потребность людей, которая у меня сейчас возникла, возникла тупо из-за того, что я сейчас строю здесь всякую коммерцию, то это очень нелогично. Потому что я строю сейчас коммерцию для того, чтобы удовлетворить желание текущих людей, а не для того, чтобы удовлетворить желание будущих. Я надеюсь, что сейчас это все у нас более логичным образом решится. Ну здания в принципе начали здесь каким-то образом возникать. Я надеюсь, что они будут возникать более эффективнее. Ну и в принципе я думаю, что на такой прекрасной ноте можно заканчивать эту серию. Я думаю, что она была достаточно интересной. Мы многое что успели. И мне наверное придется за кадром очень много времени провести в режиме ожидания. И подождать, когда наш город снова придет в экономическая стабильность. И он уже поймет, что именно ему требуется и что именно ему необходимо. Спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный услугам Мору. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok